всем привет друзья сегодняшнее видео очередной пример того что новый закон этот о мобилизации принят просто для галочки и работать он конечно же не будет но в том виде в котором он даже написан все будет происходить точно так же как и раньше так у тебя до сух уже вызвали вызова приехал так давайте оформлять протокол содержания смысле не будут а чем мы стоим ждем он задержан добрый документы можно ваше дополнение ознакомление на кого слова не задержите человека за 210 а что то есть такая статья до хорошего за вискоматом какая статья его не мне рассказывали а почему нельзя но боитесь я не боюсь вы можете зачитать волос ваши данные есть уже в интернете по полной программе чего боитесь вы можете за все прячете прячьте все-все я снял я снял я все снял я снял все прячьте так что за статья 210 хороших за вискоматом у нас нет военкомата у нас нет военкомата и ТЦК и СП нет они не организованы Владимир меня зовут Владимир дивиться мы только что я спелкувался с одним из ваших представителей да 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 я слышал да мы как бы домовились что мы не будем его никуда забирать буквально минута от видео прошла и уже такое дно я бы даже сказал днище полицейский абсолютно спокойно рассказывает про какую-то там розыск в ТЦК что такое розыск в ТЦК непонятно розыск у нас по действующему законодательству может быть только лишь в отношении лиц которые там проходят по делам по уголовных правонарушениях но никак не по админкам у нас ведь ТЦК не занимается уголовными делами производство не ведет ну нет у них таких полномочий соответственно и розыск они даже не могут там никак инициировать или вести розыск разыскивать людей ну нет такого ну просто нет от слова совсем а дальше он говорит не ну мы тут побеседовали но решили что мы его не будем конечно задерживать там и все остальное вот интересно так он в розыске или нет потому что если он в розыске по словам полицейского то его следует задержать если вы его выявили а если же он в розыске от его не задерживаешь полицейский так ты что-то это получается нарушаешь закон отпускаешь человека который в розыске находится вот понимаете глупость и у них это в голове абсолютно нормально сходится что вот он в розыске но я его отпускаю ну это ж так и должно быть наверно так в законе написано правда не имеете права все я же ничего не мою продавы только что вы часа доказывали что имеете право забирать еще и в военкомат я штики шоу эти пишут но я слушал да мне вы просто специалист меня просто интересно как вы доказываете одно вы меня снимаете вы госслужащий на суване вы меня фотографируете на свой телефон а шо такое а ну засунь а ну засунь умник а ну засунь а ну засунь слышу что такое то тихо ну стоим молча да нормально стоим да нормально стоим я нормально веду он рыпается кто кого прогуку я говорю что он снимает на свой телефон есть разрешение он госслужащий а я имею право я ж не госслужащий я не госслужащий я имею право давайте по сути только что я спілкувался с вашим коллегой да 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 как бы мы с ним домовилися что мы не будем никуда доставать а зараз приедут співробітники тЦК поспілкуется с ним та и він піде дальше свою так он задержан пока не но если нет мы пошли нет почему хафф рульте закупозовый протокол задержания есть и рушу он задержан на данный момент ну хочет и будет затремлено давайте оформлять протокол задержания уже оформляется как на основе админ протокола правильно видите мы тільки шо спілкувалось не важно с ним и спілкувалось я подошел зачем вы ну как бы наглядайте ситуацию мы уже все еще раз вы человека задержуете обсудили все зараз приеду с ним вы задержите человека на момент зачем вы меня перебиваете обсудили за вы сейчас нарушаете его конституционные права вы ограничиваете его передвижение ну на основании я вам уже пояснил ну так нет такого шо вы объяснили 23 а тут особо да да я с нашими машинами не взыгну ничего отписывать ну и ка паспорт твой а почему паспорт у него забрали верните человеку документ попроси обратно паспорт верните человеку документ на ком основании на ком основании вы отобрали документ у человека верните ему документ это его личная вещь это его личная вещь верните ему документ это личная вещь его вы забрали паспорт это его личная верните его личную вещь. Зачем вы воруете вещи у людей? Зачем вы воруете? Так паспорт верните, он никуда не убегает. Ну так верните ему документ. Вы нормальный? Вы забрали у человека документ. Ну так верните ему паспорт. Вы забрали у человека имущество. Верните у него паспорт ему. Так верните паспорт. Ну вы у него забрали документ. Верните паспорт человеку. На основании вы забрали у него документ. Так верните ему его. Так верните. он просит обратно попроси обратно так верните ему документ это только вот из-за антона да непонятно вообще кто это ну выезвали как я как бы на работу откуда они узнали что ты тут друзья а тут вы видите пример высоких цифровых технологий мозг загружается прямо через мобильную сеть до будущее уже наступила не мне дворничиха сказал вашу приехали 15 не зря просто документы отдал да и все надо вообще ничего не показывать вы человеку документ вернете возвращаете то чё ждать возвращаете верните документ человек на верните он уже просит обратно не час верните вы в руке держите вот так вот работает мусора да неважно ну просто подъехали человек дал документы ну надо было просто не давать и все и на этом все разрешилось но сейчас постоим да 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 м так ты уже в квартире вы документ собираетесь возвращать возвращаете но не зараз а сейчас ну взращайте вы забрали у человека документ это его имущество только я вежливого Верните, пожалуйста, паспорт человеку ну пожалуйста и вежливо или вернем мы быстро этот паспорт вы отобрали у человека имущество верните спасибо вам огромное спасибо Спасибо огромное. Сейчас мы решим данное вопрос, если все хорошо, то мы... Ну вы же понимаете, ехать он никуда не будет, писать ничего не будет, это же само собой. Я, слушайте, я все понимаю. Вы просто тратите на мое и свое время, а тем более его время тратите. Я все понимаю. Если вы понимали, вас бы тут не было. Меня сюда вызвали. Кто вас сюда вызвал? От сотрудника, который его остановил. Какой? Я не знаю, кто там... В смысле? А вы документы не проверяете, когда его... Вас бы вы же вызвали. Регистрация 102 была. Вызывал я. Их? Да. А кто это? Кто тебя задержал? Кто тебя задержал? Меня задержали сотрудник ТЦК и... А вы проверили документы у сотрудников ТЦК? Он не показал. В смысле не показал? Я не могу проверять... Как это вы не можете? ВСП. Как это вы не можете? ВСП можно проверить. Как это вы не... Так а зачем вы проверяли у этого человека документы? Угу. Если вы не можете? Ну я же должен задержать документы. Ну так вот, вы же должны, кто вас вызвал. А что хотел вот эти вот? Что хотели вот эти вот? Ну вызвали якобы на работу. Ага. На работу я не попал, потому что ну под обманом привлаза... Паспорт они у тебя просили или нет? Ну паспорт я не показывал. Ага. Паспорт показывал... А что хотели? Что говорили? Ну якобы я получил повестку, за которую не расписывался. Угу. Ага. И потребовали... Документы потребовали или нет? Документы просили, но не показывали. Документы все-таки просили, да? Да. А мы им сейчас можем оформить за сбор персональных данных. Вот этих двоих, да? Ну да. Ну запросто. Да. Да. Ну он документы отдал, да. Ну он там по телефону разговаривал. Ну тут еще сотрудники. Ну да. Все, я понял. Угу. Я понял, хорошо все. Так что мы ждем? Будем оформлять? Или просто стоим? Сейчас отримает людина повестку и мы его не затримуем. Так он не будет ее получать. Он не будет. Он не будет, не расписываться, ничего. Все, какие питания? Все, мы пошли. Спевробитникам. Мы пошли. Откуда вы знаете, что это спевробитник? Вы же документы у него не смотрели. Вы спевробитник ТТК. Откуда вы знаете, что он спевробитник? Покажи, пожалуйста, что я посвечу. Будьте любезны. Посвечения дай. Тебе ничего не буду показывать. Не тебе, а вам. Тебе. Не тебе, а вам. Понял. Сейчас ты держишь. Давай держусь. Не грубить, будь ласка, спокойно. Слух, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А я хочу сделать заявку для того, что меня задерживают. Угу. У вас не затримают. Все, мы свободны. Вы еще, пожалуйста, по повестке. А что вы ему указываете, что делать? Ну, такое распоряжение. В смысле, у кого такое распоряжение? Кто вас наделил такими распоряжениями? Все. Ну, приехали, да. Все. 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 Хорошего дня. Набирайтесь. Сил желательно. Ну и ума. Пожалуйста. Ну, чтоб не было так позорно. Мне за вас стыдно. Ну, за этих понятно. Там быдло-то. Это понятно. За вас стыдно. А что за нас стыдно? Ну, потому что я вам деньги плачу за вашу работу, а вы ее не исполняете. А что? Ну, что? Ну, что? Ну, мы просто... Сколько простояли? Час, полтора? Ну, и что? Какую работу мы не выполняем? Вообще никакую. Ну, вы приехали. Ну, да. Наведите какие-нибудь приклады. Да вот. Мы сейчас стоим. Сколько? Полтора часа стоим, да? Вы человека задерживаете. Задержали человека. Без оснований. Ну, кого никто тут не был, не оскорблялся. Да не хватало еще. Вежливо, культурно... Еще раз. Вы его задержали. Вы нарушили его конституционные права. Я его не затримал. Так а что он тут стоял тогда? Вы сказали, подождите, подождите, вы пока задержаны. А наручники, кто обещал на него накинуть? На основании. Я вам пояснил, что особа находится в розшуке. В каком? За РТЦК. Нету такого розшука у нас. Ну, нету такого розшука. Есть в вашей базе ИНП. Какой? В интернете? Нет, вы и ПНП. И такого нету. Ну, молча, нету. Есть розшук, только криминальный. Если человек... Это ваша субъективность. Нет, это закон. Это ваша субъективность. Который вам надо учить. А я вам за это деньги получу. Одеваю вас, обиваю вас, семью вашу кормлю. Если вы такой обеззнанный, то... Да, вот я именно такой обеззнанный. Видео полиции номер 4, проведите какую-то лекцию там, або еще что-то. Так я вот сейчас провожу. Надеюсь, что не напрасно. Все, что должны все почуть, правильно? Ну, а вы доложите своему руководству, что вы не справляетесь со своими обязанностями. Почему я не справляю? Ну вот, я вам только что объяснил. Вы приехали, человека задержите часа полтора уже. Нарушайте его конституционные права. Он к вам за помощью обратился, а вы мрыжите его стоите. Мы никого не мрыжем. Вы только что обещали на него наручники накинуть. Смотрите, я приехал, как бы два этих варианта предложил. Да не надо ничего предложить, есть конституция, есть статьи конституции. Не соблюдаю законы полиции. Ты еще остаешься или идешь? Остаешься здесь или идешь? Да не иду. Ну, идем. Все, хорошего дня. Сейчас, ждите. Мне нечего ждать. Я не до вас пытаюсь. Антон. Да. Дивите, надо вас опитать по данному факту. Опитывание особи обычно. Вы поясните, что ишли на работу, подошли до вас співробітники, сказали те-то те. Он отказывается. По 63-й. Да ничего он писать не буду. Но он не хочет. Нет. Вот это, ну я спилкуйся. Нет, я не буду. Работаю. Я взразумел. Все, мы пошли. У нас нет времени. Идем, идем. Всего доброго. Хорошего дня. Ну, в общем, вот так вот. Нормально. Отбили. Хорошо, что был рядом. Вот. Всем спасибо огромное. Если что, на связях. Ну и небольшое резюме, да. По поводу розыска я говорил. Вот розыск, не розыск. Он ушел себе. Вот. Он вроде в розыске, но он ушел. И ни ТЦКшник, ни полицейский уже его не трогают. Забавные ребята, да. Второй момент. Удержание вот этого вот документов человека, для того, чтобы его физически задержать на месте. Ну, потому что никто не знает, что делать. А так, если 25 звонков сделаешь, может кто-то что-то там подскажет. Либо приедет этот бусик на изламости, как говорят, и затолкают человека внутрь и увезут куда-то. Ну, не знаю. Возможно, ради этого держат человека на месте. Удивительные, конечно, полицейские. По поводу загрузки мозга, да, интересно. Вот он сколько там из всего видео? Наверное, минут семь-восемь грузили мозг этому полицейскому. Грузили, грузили, загружали. Но, видимо, недостаточный объем памяти. И так и ни к чему это не привело к позитивному для полицейского. Потому что он и так, и так, и так, а никак. Ну, не получается, да. Ну, когда по закону действуешь, то не получается беспределить. Не получается. Вот это да. Сам этот полицейский вдруг решил, да. И мы слышим на видео, он говорит сотруднику этому ТЦК. Я так понимаю, это же сотрудник ТЦК, да? Говорит ему, ну выписывай повестку человека. Полицейский решил, что нужно выписать повестку. И как, уполномочил рядового какого-то сотрудника ТЦК? Добрый вечер называется. Мы уже обсуждали с вами, как повестки на самом деле выписываются. Да, приказ о мобилизации. Потом распоряжение об оповещении. И под это распоряжение выписывание повестки. Только так. Только такой способ предусмотрен на сегодняшний день в законодательстве. И все. Но нет. Полицейский вдруг решил, что нужно повестку выписать. Какой интересный полицейский. Сколько же у него там полномочий еще припрятаны. Ну и в конце видео абсолютно обоснованные претензии автора видео к качеству работы сотрудника полиции. А он даже не понимает. А что я не так сделал? Ну что? На видео зафиксировано все, что ты не так сделал, полицейский. А ты еще спрашиваешь. То ли ты дурачка включаешь. То ли ты реально не понимаешь, что ты нарушаешь закон. Что ты только на этом видео нарушил там с десяток различных статей. За что тебе нужно как минимум к дисциплинарной ответственности привлечь. Так возможно еще и к уголовной ответственности. Не. Я не понимаю это. Вот к чему я? К чему я? Да. В этот момент, когда все это происходит. Это происходит до того, как новый закон этот вступает в силу. До 18 мая. Да. Да. Мы видим, что происходят вот такие вот интересные события. Но на этот момент есть же другие законы. Да. И на них наплевать. Ну наплевать. Просто вот кто-то что-то решил и делает. Да. Вступит в силу новый закон этот и будет то же самое. То есть никакой, скажем так, цивилизованной формы это все не обретет. Опять будет вот так вот, как есть. Потому что никто не изучал этот закон и подзаконные нормативные акты и не собирается их изучать. Поэтому будет вот так вот. Как сейчас вот. Да. Вот будет точно так же после того, как вступит закон в силу. Автору видео, конечно же, огромная благодарность за его выдержку и терпение, за его знание действующего законодательства. И за то, что он не только, скажем так, себе помог этими знаниями, но и помог еще одному человеку. Учите, изучайте законодательство, друзья. И у вас все получится. И умейте защищать свои права. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok